Кхе-кхе-кхе, что-то мне не здоровится. Не знаю, что и делать. Самая здоровая программа. Вылечим всех. Следующий. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире самая здоровая программа. И с вами я, ведущая Ирина Швец. Напомню, что партнер нашей программы – Центр лабораторной диагностики Биолайн. Биолайн – лидер на лабораторном рынке Донбасса. Какая лаборатория гарантирует качество и достоверность результатов? Нам доктор назначил столько анализов. Тебе нужно в Центр лабораторной медицины Биолайн. Они – лидеры на рынке лабораторной диагностики Донбасса. Биолайн осуществляет более тысячи видов исследований и выполняет анализы в любых биологических материалах. Не знаю, когда все это делать. Я все время на работе. Биолайн работает и в воскресенье. У них более 60 пунктов лаборатории по всей республике. А для совсем занятых Биолайн предоставляет услугу забора материала на дому или по месту работы. А где и когда можно забрать результаты? А результаты можно забрать в любом пункте или получить по интернету. В лабораториях Биолайн даже для детей и малышей с первых дней жизни предусмотрены специальные условия. Мы заботимся о вашем здоровье и гарантируем конфиденциальность и комфорт. Биолайн. Будь уверен, что здоров. Телефоны 071-404-74-09. 071-306-59-48. В гости нашей студии Андрей Владимирович Парпленко, замглавврача по медицинской части Республиканского клинического дерматовенерологического диспансера. Тема нашей беседы – вирус папиллома человека. В чем его опасность? О вирусе папиллома человека, его носители, узнают, как правило, когда он зримо дает о себе знать. Мало того, что эта болезнь проявляется неэстетичными высыпаниями на коже и слизистых, она еще и способна вызывать рак. Можно ли избавиться от вируса раз и навсегда? Как избежать онкологических заболеваний, которые этот вирус провоцирует? Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, слушатели. Что такое вирус папиллома человека? Общие сведения о ВПЧ. Вирус папиллома человека – распространенный вирус, который повреждает кожу человека, как вы слышите из названия этого вируса. Он повреждает также слизистые. И, к сожалению, данное заболевание вызывает заболевание в виде общеизвестных – это бородавки. Но также он вызывает повреждение слизистой шейки, матки, наружных полых органов. Повреждает слизистую у мужчин, половых органов. И может приводить действительно к проблемным ситуациям, в частности, к онкопроцессам. Складывается такое впечатление, что папиллома – вирусная инфекция страшнее СПИДа. Ну, немножечко с вами не согласен. Дело в том, что осложнения, которые возникают при ВИЧ-инфекции, они приводят к смерти больного. Но осложнения, которые вызывают при вирусе папиллома человека, они не в таком большом количестве могут привести к каким-то сложным ситуациям и летальному исходу. Как распознать данное заболевание? Данное заболевание можно распознать довольно-таки просто. С одной стороны, с другой стороны, сложно. Если высыпания имеются на коже обозримой с вами, то мы, конечно, можем увидеть какое-то уплотнение кожи, пенечек, назовем так, который может шелушиться или не шелушиться. Он твердый, он находится на коже длительный период времени, месяц-два, он начинает расти, и возле него появляются новые мелкие такие же пенечки, которые со временем возрастаются в крупное образование. Но полбеды, если это находится на обозримой коже, и мы видим его, и пациент обращается с этой патологией, желательно, конечно, к специалисту, к дерматовенерологу. Но если же эти высыпания находятся на тех местах, где мы не можем заглянуть, то есть это периональные области, это слизистое влагалище, это состояние высыпания в уретре у мужчин и у женщин. Также эти высыпания могут быть на глотке. Может ли человек сам определить, здоров он или болен? И как врач диагностирует это заболевание? Ну, как вы думаете, если есть высыпания, которые беспокоят человека, он будет рад, что у него есть? Нет, конечно, с этим обратиться к доктору. Хотя никто не исключает, есть такие элементы, назовем так у нас, в обществе, которые не обращают внимания на данную патологию. Они могут быть источниками для других пациентов, источниками инфицирования. А инкубационный период? Инкубационный период действует довольно-таки небольшой. С одной стороны, как бы месяц, но может и тянуться годами. Смотрите, проблема, если идет высыпание на слизистой шейке, не видно, практически не чувствуется. Если женщина не проходит профосмотр раз в полгода или раз в год, не бывает у гинеколога, и не делается определенное исследование, рутинные, те, которые должны делать обычные гинекологи, то она и не видит тех проблем, которые возникают, развиваются. Вирус спокойненько прижился на шейке, он размножается, он повреждает слизистую, он растет вглубь. Но это же не за месяц, это годы. Потом пациент приходит и возникает проблема. Как проявляется? На коже открытых участках тела я сказал, в виде каких-то плотных узелков, пенечков, от слова папула. Папула – это означает пенечек, выступ на коже, с четкой границей и внешним видом. А высыпания же на слизистых периональной области, в промежности, они располагаются в более влажной среде, и там пенечки мягенькие. Мы видим с вами высыпания, похожие на петушиный гребень или на цветную капусту, в народе называем остроконечные кандиломы. То есть это тоже проявление вируса папиллома человека. Дело в том, что вирус папиллома человека имеет около 600 видов, и 40 видов вызывают онкопроцесс. А как передается папиллома вирус? Вирус этот контагиозный, то есть при контакте с поврежденной кожей одного человека, с высыпаниями другого человека, возникает инфицирование. Дело в том, что наша кожа в течение месяца, полутора месяцев полностью обновляется, и кожа, и слизистая. И даже если произошел контакт, и вирусу не было условий имплантироваться, то есть внедриться вовнутрь, внутриклеточный, то он со временем в течение месяца элиминируется, уходит из кожи, и практически нет. Есть случаи, они документально подтверждены, что в течение полугода происходит самостоятельное самоизлечение, то есть самоизлечение от данного вируса. Но, к сожалению, есть 10% ситуации, когда этот вирус проникает в кожу, и в слизистую остается там на длительный период времени. Кто более подвержен, женщины или мужчины? И вообще мужчины в зоне риска? Дело в том, что данной ситуации подвержены все, и мужчины, и женщины. Более всего подвержены люди, которые ведут очень активную половую жизнь, у которой имеется несколько половых партнеров. К сожалению, это беда, это социальная беда, это беда нашего воспитания, духовных моментов. И это плата за, скажем, порхание над огнем. Андрей Владимирович, какие разновидности имеет папиллома вирус человека? Как я сказал, имеется 600 видов папиллома человека, 40 видов являются онкопатогенными. Можно разделить эти онкопатогенные вирусы на три группы. Высокий риск, средний риск и низкий риск. Вопрос в том, что все акцентируют внимание на тип 16-18. Да, в большинстве процентов случаев тип 16-18 вызывает рак шейки, рак слизистой, рак гортани. Но не факт, что низкопатогенный штамм не вызовет данного заболевания. Он-то низкопатогенный, но он патогенный. Он вызовет, есть большой риск и шанс получить онкопроцесс. Каким образом инфекция ВПЧ приводит к развитию рака шейки матки? Происходит хронический воспалительный процесс. То есть внедрение в шейку матки данного вируса приводит к развитию хронического воспалительного процесса длительного, с повреждением ядра клетки, изменения в работе, в структуре. Соответственно, клетка начинает себя вести абсолютно неправильно. Она начинает продуцировать себе подобную ситуацию. То есть измененная клетка генетически под действием вируса начинает продуцировать подобные клетки, что является онкопроцессом. А какие последствия может вызвать это заболевание? Как я говорил, да, эти измененные клетки приводят к тому, что возникает раковый процесс, онкопроцесс. Ситуация в том, что наша иммунная система должна сталкиваться с подобными вирусами для того, чтобы была стимуляция. Знаете поговорку, то, что нас не убивает, делает сильнее. Поэтому мы должны контактировать с вирусами. Мы и контактируем с вирусами. Как я сказал в начале, только 10% людей, проконтактирующихся с данным вирусом, инфицируются им, и у них возникают проблемы. Что же делать? Как я говорил, нужно иметь, скажем, определенные моральные принципы и ценности, чтобы не было возможности инфицирования. Вакцина от вируса по пилому человека как профилактика рака? Да, вакцина как профилактика, можно так сказать, вакцина равно профилактика рака. Мы же, проводя эти вакцины, не ставим задачей избавиться от рака. Мы ставим задачу, чтобы не было этого вируса. Как я только что вам сказал, мы должны проконтактировать с вирусом, чтобы у нас в иммунных клетках, в иммунной памяти была защита от повторного контактирования с вирусом. Так вот, вакцины как раз это и делают. Но вакцину нужно проводить в определенные правильные сроки. То есть вакцинироваться должны молодые люди, парни, девушки до 13 лет. Считайте, подростки, тинейджеры, естественно, до начала половой жизни. Потому что, если мы будем проводить вакцинацию после начала половой жизни, мы не будем уверены в том, что эти молодые люди уже не имеют инфицирования. То есть вопрос в том, станет ли хуже после того, как они инфицируются. Таких исследований не было. Но факт в том, что правильней и качественней будет иммунитет, если до начала половой жизни был произведен вакцинация. «Ну смотрите, мы же проводим вакцинацию от кори, мы проводим вакцинацию от гриппа не тогда, когда мы заболели, а перед». То есть мы должны получить правильный ответ. Вакцинация за и против девочек и молодых женщин для защиты от рака шейки матки. В семи организаций ВОЗ немножко были пересмотрены возрастные категории. Дело в том, что очень молодые люди считаются до 45. Молодые люди – это 45 и до 50, до 60 лет. Все остальные уже взрослые. Так что я не думаю, что до 45 лет люди не живут половой жизнью. Уже некоторые имеют и двое, и трое детей. И вакцинировать данных людей, взрослых, которые уже начали половую жизнь – это индивидуально, очень индивидуально. Это должен каждый врач подходить к данной ситуации, проводить вакцинацию или нет. А вот молодых девочек, а я вам хочу сказать и мальчиков, нужно вакцинировать от данной инфекции. Почему? Потому что, слава богу, в нашей стране мальчики живут с девочками, когда вырастают, становятся мужчиной и женщиной. Поэтому мальчики могут быть тоже инфицированы или быть резервуаром этой инфекции, чтобы потом инфицировать своих будущих жен. Вакцины, формирующие иммунитет к ВПЧ 16 и 18 типов, рекомендованы ВОЗ и одобрены к применению во многих странах. Да, действительно, так это и есть. Но вакцинировать нужно намного раньше, чем люди начинают жить половой жизнью. То есть защищенный секс не дает гарантию? Не гарантия. Ну, смотрите, это же контактный путь инфицирования. Вирусная инфекция может находиться не только непосредственно на половых органах, рядышком. Варианты интимных отношений. Почему вирус часто обнаруживают у больных раком гортани, раком глотки? Потому что половые отношения имеют особенность быть разной формы. А мы ненадолго прервемся, не переключайтесь. А я отмечу партнер программы Центр лабораторной диагностики Биолайн. Биолайн-лидер на лабораторном рынке Донбасса. Какая лаборатория гарантирует качество и достоверность результатов? Нам доктор назначил столько анализов. Тебе нужно в Центр лабораторной медицины Биолайн. Они лидеры на рынке лабораторной диагностики Донбасса. Биолайн осуществляет более тысячи видов исследований и выполняет анализы в любых биологических материалах. Не знаю, когда все это делать. Я все время на работе. Биолайн работает и в воскресенье. У них более 60 пунктов лаборатории по всей республике. А для совсем занятых Биолайн предоставляет услугу забора материала на дому или по месту работы. А где и когда можно забрать результаты? А результаты можно забрать в любом пункте или получить по интернету. В лабораториях Биолайн даже для детей и малышей с первых дней жизни предусмотрены специальные условия. Мы заботимся о вашем здоровье и гарантируем конфиденциальность и комфорт. Биолайн. Будь уверен, что здоров. Телефоны 071-404-74-09. 071-306-59-48. Самая здоровая программа. В эфире Радио ТВ «Самая здоровая программа». У нас в гостях Андрей Владимирович Парпленко, замглавврача по медицинской части Республиканского клинического дерматовенерологического диспансера. Тема нашей беседы – вирус папилломы человека. В чем его опасность? Андрей Владимирович, если вирус был обнаружен, расслабляться нельзя? Абсолютно не стоит расслабляться. Ну и паниковать не стоит. Не стоит впадать в депрессию. Вопрос в том, что в нынешнее время медицина имеет массу препаратов для лечения, в частности, элиминации вывода этого вируса из организма. То есть методы лечения таковы. Мы в любом случае должны убрать образование на коже, но перед этим мы должны провести стимуляцию иммунитета, чтобы организм начал избавляться от данной ситуации. Потому что есть исследования, которые говорят, если проводилось просто внешнее удаление образования бородавки или этого вируса, и не проводилось препаратов вовнутрь, то частые рецидивы. Возможно устранить вирус из организма при помощи лечебных препаратов? Да, есть такая возможность. Есть методы, кстати, при помощи которых можно контролировать вирусную нагрузку в организме. А с чего начинается противовирусное лечение? Как я вам сказал, вначале проводится именно иммуностимулирующая терапия с противовирусным эффектом препарата, которые разработаны и уничтожают вирус папиллома человека. А потом уже проводится деструкция, то есть разрушение этого участка, в котором имеются клетки, готовые инфицировать кого-либо еще. От папиллома вирусной инфекции нужно лечить обоих партнеров? Да, желательно проводить терапию обоим партнерам. Потому что, как я вам сказал, кто-нибудь из партнеров мог быть резервуаром. А вот использование иммуномодуляторов и противовирусных средств? Да, это все есть, но это должно быть строго регламентировано. Как это использовать, знает именно специалист, потому что купить в аптеке препарат, почитать инструкцию, использовать – это неправильно. Ну вот человек прошел курс лечения. Что потом? Склонен ли он к рецидиву? Вопрос в том, что если он не был вакцинирован изначально, он получил инфицирование, то есть его организм будет пытаться выработать иммунные клетки против данного вируса. Если он прошел комплексную терапию, то можем сказать, что практически проблем нет. Но поймите, будущее принадлежит медицине предупредительной. Поэтому желательно, чтобы данный человек проходил периодически профосмотр. То есть был у того специалиста, у которого был ранее, для того, чтобы проверить. В общем, был под наблюдением. Контроль, да, контроль. При наличии остроконечных кандилом удалить их и как? А схема терапии такова, как было сказано ранее. То есть мы проводим иммунотерапию вовнутрь, а потом удаляется. Метод удаления масса – это и криодеструкция, это и радиоскальпель, радиоскальпельные модули, радиолоновая терапия, это и лазеротерапия, это и химические методы. Но поймите, все зависит от того, где располагается данное образование, в каком объеме располагается и как мешает жить пациенту. У нас много методов, чем мы можем помочь. Самостоятельно удалять бородавки можно при помощи препаратов? Ну, наш народ очень на выдумку хитер, поэтому могут использовать все, что угодно. Но приведет ли это к ожидаемому результату? Дело в том, что убрав образование на коже самостоятельно, то есть кустарным каким-то способом или методом, мы же не уберем те мелкие клетки, которые находятся рядышком. И может быть процесс реинфекции, то есть рецидив, возврат. Может ли стать матерью женщина с таким вирусом? Конечно, может. Ничего не мешает стать матерью. Пройдя комплексную терапию, она может спокойненько забеременеть, родить, родить здорового ребеночка, и все будет довольно-таки неплохо. А любители солнца и жиры в группе риска? К сожалению, да. Объясню почему. Потому что инсоляция или утрофиолет вызывает супрессию иммунитета, то есть снижение иммунного статуса. Почему? Потому что это стресс для организма. Мы с вами живем в определенных условиях, и вдруг на тебе попали на солнышко. Организм пытается справиться с ситуацией, что высокая температура вокруг, плюс ультрафиолет, и это приводит к снижению иммунитета. Вирус папиллома человека. От него нельзя избавиться, но можно вылечить. Избавиться и вылечить. Можно сделать так, что данных высыпаний не будет до конца жизни. Спасение в скрининге, цитологический анализ, как проводится, ПАП-тест и зачем он нужен. Да, вы правы. Спасение в медицине профилактической и у гинекологов, если мы говорим о данной ситуации, есть масса методов, по крайней мере, которые делаются у нас. Это три метода. Метод онкоцитологии, ПАП-тест и брашинг-тест. Все эти методы направлены на то, чтобы диагностировать, имеется ли внутриклеточное или в клетках, с этой областью, с которой берется исследование, имеется ли в этих местах наличие вируса. И, естественно, его типирование. То есть распознать какой-то тип. Андрей Владимирович, ваши пожелания нашим радиослушателям? Основной посыл. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Самолечение – это зло, это беда. К этому, оно приводит к тому, что заболевание уходит в хронизацию, в хронический процесс. Заболевание приводит к осложнениям. И тогда вернуть, скажем так, былую прыть будет очень сложно. Пожалуйста, приходите на профосмотр, банально к доктору, к специалисту зайти, спросить, показать свою кожу. Это не займет много времени. Это даже не займет каких-либо средств. Но это спасет ваше здоровье, но, естественно, и ваши финансовые расходы. В студии Радио ТВ был Андрей Владимирович Парпленко, замглавврача по медицинской части Республиканского клинического дерматовенерологического диспансера, а партнер программы Центр лабораторной диагностики Биолайн. Биолайн-лидер на лабораторном рынке Донбасса. Будьте здоровы, не болейте. Услышимся в следующий понедельник. Оставайтесь на волне. 95.фм. Только ваше радио. Какая лаборатория гарантирует качество и достоверность результатов? Нам доктор назначил столько анализов. Тебе нужно в Центр лабораторной медицины Биолайн. Они лидеры на рынке лабораторной диагностики Донбасса. Биолайн осуществляет более тысячи видов исследований и выполняет анализы в любых биологических материалах. Не знаю, когда все это делать. Я все время на работе. Биолайн работает и в воскресенье. У них более 60 пунктов лаборатории по всей республике. А для совсем занятых Биолайн предоставляет услугу забора материала на дому или по месту работы. А где и когда можно забрать результаты? А результаты можно забрать в любом пункте или получить по интернету. В лабораториях Биолайн даже для детей и малышей с первых дней жизни предусмотрены специальные условия. Мы заботимся о вашем здоровье и гарантируем конфиденциальность и комфорт. Биолайн. Будь уверен, что здоров. Телефоны 071-404-74-09, 071-306-59-48. Самая здоровая программа. Вылечим всех. Следующий. Субтитры создавал DimaTorzok